Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Заиграют новыми красками. Дворы и парки Ульяновской области станут уютнее. Новое автомобильное производство, полторы сотни рабочих мест и достойная зарплата. «Your Film Production» представил фильм «Должник». Многодетным семьям Димитровграда дадут земельные участки, а школьников обеспечат бесплатным питанием. Власть призывает горожан активнее принимать участие в формировании проектов, по примеру, скверостроителей. В этом году в регионе благоустройством будет охвачено 100 дворов и 16 общественных пространств. На малые архитектурные формы, детские площадки, асфальт и уличное освещение потратят больше 350 миллионов рублей. Подробности у Натальи Чумаченко. Стало чисто и светло, приятно погулять с детьми на площадке, можно заняться спортивной ходьбой. Так об обновленном скверестроителе на улице 12 сентября отзываются местные жители и гости города, которые не могут нарадоваться всем положительным изменениям. Нам очень здесь нравится, все очень хорошо. И зимой, и летом. Вот были летом, а теперь зимой приехали. И детками очень хорошо, сейчас детскую площадку обустроили очень хорошую. Так что все довольны. И бабушки довольны, и внуки довольны. А у них даже жительницы? Да, местные. В прошлом году в сквере провели большую работу. Заасфальтировали прогулочные и велосипедные дорожки, сделали современное яркое освещение, новые скамейки, а также комплекс спортивных тренажеров, установили современную детскую и баскетбольную площадки. Мы строили его в два этапа, вложили более 25 миллионов рублей. И сегодня мы видим, как ближайшие многоквартирные дома. Здесь проживает порядка 15 тысяч жителей в этом микрорайоне. Здесь областная больница. Все люди, которые выходят прогуляться и посидеть там в перерыве, они с областной больницы, как и гости, как и больные, тоже ходят в этом парке активно. Глава региона осмотрел реконструированный сквер. Сергей Морозов пообщался с жителями, после чего сделал пару замечаний подрядчикам по поводу озеленения и освещения спортивной площадки. По итогам поездки он провел совещание, где обсудил с участниками новые подходы по формированию комфортной городской среды, а самое главное – обозначил сроки реализации всех задуманных проектов. Нам нужно ускоренным темпами сокращать все сроки, которые мы до этого проговаривали, по конкурсам, по торгам, по подготовке. Все это надо сокращать, готовиться к большому сезону благоустроительных работ. В 2019 году на территории Инзы, Сингелея, Барыша, Димитровграда, Ульяновска и Новоульяновска, Силикатного обновлено 17 общественных пространств, в том числе сделано проектирование парка «Прибрежный» в Новоульяновске и отремонтировано 82 двора. В 2020 году благоустройством дворов будет охвачено 100 дворов и 16 общественных пространств на территории региона. На эти цели будет потрачено свыше 350 миллионов рублей. Все проекты и планы обсудят со старшими по домам, представителями ТОСов, депутатами, чтобы выработать единые решения по комфортной городской среде. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправ ДТВ. В ближайшее время в Засвияжье планируется открытие нового автомобильного производства. Если быть точнее, то существенное расширение имеющейся площадки по производству спецтранспорта. Сколько машин будут выпускать и сколько новых рабочих мест будет создано в материале Егора Титова. Компания «Автодом», специализирующаяся на выпуске автомобилей специального назначения, планирует построить еще один цех. Компания уже работает 15 лет и успешно себя зарекомендовала на рынке. Практика уже показала, что востребованность по данным машинам есть. Мы регулярно ездим в командировки и уже на дорогах города видим нашу продукцию. Различные машины скорой помощи, школьные автобусы, социальные автомобили. Все они востребованы, все они уже на дорогах города используются активно. И востребованность по ним только растет. Особенностью производства станет то, что спецавтомобили будут создаваться на базе машины УАЗ-Профи. Создаваемые производственные мощности позволят выпускать до 3000 единиц транспорта в год. Общий объем капиталовложения составит 300 миллионов рублей. Предприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Хорошие. Нет, мне всегда нравилось пользоваться. Расширение предприятия позволит создать 151 новое рабочее место. Причем 120 человек из них будут трудиться на основном производстве. То есть непосредственно в цехе. Зарплата на производство вполне достойная. Она составляет 49 тысяч рублей. Это предприятие открывается и развивается. Открывает новый цех именно в Северском районе. Район промышленный. Здесь очень много рабочей силы. Причем рабочая сила, которая имеет опыт работы на других предприятиях. На УАЗе, на механическом заводе, на других больших предприятиях. На металлоконструкции, КПД-1. Те предприятия, которые давно-давно здесь существуют. И поскольку экономика развивается, за ней развивается рынок труда. Губернатор предложил использовать производимые машины, например, для подвоза жителей отдаленных сел к районным больницам. Сейчас эта проблема довольно остро стоит в сельской местности. Автобусы не всегда ходят. Оплатить за такси накладно. Есть свои виды на машины у депутатов городской думы. У нас есть такой проект, как социальное такси в городе Ульяновске. Конечно, было бы здорово закупить новые автомобили для перевозки наших граждан, которые имеют, просто говоря, наших инвалидов. В свою очередь, государственная власть планирует развивать не только само предприятие, но и прилегающую промышленную территорию на Московском шоссе. Мы все привыкли видеть красивый промышленный парк Заволжи, там, где у нас в основном иностранные предприятия. И мы часто слышим от рабочих, которые работают на таких вот промышленных площадках, почему мы не в таких условиях. Поэтому мы услышали требования рабочих, работодателей и постараемся в течение буквально двух-трех лет все такие площадки привести в идеальное состояние. В настоящее время собираются предложения от работников Засвияжи и ведется инвентаризация дорог и тротуаров, ведущих к промышленному парку. Этим занимается специально созданная рабочая группа. К 1 мая планируется собрать все предложения и представить окончательный проект. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. 160 участков многодетным дадут в 2020 году. Бесплатное питание школьникам обеспечат. Эти решения были озвучены на встрече председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина с многодетным сообществом Димитровграда. Встречу начали с обсуждения вопроса по питанию школьников из многодетных семей. В конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался. Тогда же губернатор Сергей Морозов поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос. Возникла неоднозначная ситуация, когда депутаты Гордумы, сославшись на правовые нормы, не смогли принять решение по предоставлению питания этой категории. Областное правительство, в свою очередь, взяло обязательство разработать проект нормативно-правового акта и предложить этот опыт администрации города. Три тезиса, которые здесь есть в заключении прокуратуры. Первое, то что проект решения, противоречивающий федеральному законодательству, не установлено. То есть это раз. Тезис номер два. То, что установление мер дополнительной поддержки и социальной помощи категории граждан является правом муниципального образования. То есть финансирование данного проекта должно быть осуществлено из муниципального бюджета. И для этого не нужно выделение дополнительных средств из бюджетов других уровней. Вместе с тем региональная власть вновь идет навстречу второму по величине городу Ульяновской области. Но как мы и договаривались, как мы и говорили, то что мы готовы рассмотреть возможность на стартовом этапе муниципалитету помочь. Хотя это не является, так скажем, обязательным требованием законодательства. Следующий вопрос, решение которого также давно ждут многодетные Димитровграда, это предоставление земельных участков. Одна из территорий, на которой предполагается выделение 90 участков для многодетных, в ближайшее время должна быть поставлена на кадастровый учет. Просьба к администрации Димитровграда, к Совету депутатов максимально ускорится в сроках принятия этого решения. То есть, понимаем, 20 февраля у нас уже скоро, и нам желательно, чтобы как максимум в течение недели это решение было принято. Глава города заверил собравшихся, что сроки будут соблюдены, и на ближайшем заседании Думы решение должно быть принято. Таким образом, к 8 марта многодетные получат первые земельные участки. Также в 2020 году планируется выделение еще 70 участков. Что касается переданной территории в 450 гектаров из федерального муниципальную собственность, то в соответствии со всеми необходимыми документальными процедурами, выделение участков многодетным на этой земле намечено на 2021 год. Председатель правительства Александр Смекалин дал поручение на вруне городских региональных ведомств разработать подробную дорожную карту по решению этого вопроса. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил особые успехи Ульяновской области в реализации соцконтрактов. Только за прошлый год заключено более 700 социальных соглашений. И более 700 семей региона получили государственную поддержку. Наш корреспондент побывал в гостях у семьи Васильевых. В 2018 году семья Васильевых из Кузоватского района получила от государства 26 тысяч на приобретение двух телят. Сегодня можно с уверенностью сказать, государственные деньги не пропали даром. Слышали о соцконтракте. Поехали в нашу соцзащиту Кузоватого и оформили соцконтракт. Это было в 2018 году. На покупку двух телят. Купили телят. Потом телят мы сдали, то есть продали. Купили двух свиноматок и решили разводить свиноводство. По сравнению с 2018 годом хозяйство сильно выросло. Подворье корова, три бычка, две свиноматки, один боров, два поросенка. Семья получает дополнительный доход от реализации поросят. Глава семьи, механизатор, представитель трудовой династии Васильевых Алексей считает, что подворье на селе нужно, а содержать такую уйму животных нетрудно. Привычно. Как бы, лишь бы начать, а там ничего, нормально. Успеваем вроде бы как и работать, и дома убрать. Все успеваем, все хорошо. Забота о хозяйстве – обязанность Алексея. Наталья следит за домом. Дети пока еще маленькие и не могут помогать по хозяйству. Разве что пригнать летом корову с пастбища, загнать телят с выгула. Детей пока двое, но это, по уверению Читы, не предел. Считают, что счастье нельзя купить, но заработать можно. Особенно, когда вовремя поддержат государство. Таких семей в районе много. Вообще, работу по заключению государственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на основе соцконтракта мы проводим с 2015 года. Начинали мы с шести контрактов на сумму 600 рублей. В 2019 году это было уже 46 контрактов на сумму 1,585,000 рублей. Главная цель предоставления соцконтракта – повышение благосостояния населения. И многие люди это уже поняли. Они готовы работать и трудом зарабатывать гармонию и счастье. Соцконтракты появились по инициативе губернатора Сергея Морозова всего 4 года назад. О счастье и стабильности на территории региона они уже значительно добавили. Только за прошлый год было заключено более 700 контрактов. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новость Улл Правда ТВ. В кинолаборатории на базе областного государственного учреждения культуры «Ульяновский кинофонд» прошел премьерный показ ульяновского фильма. На суд зрителей местная кинокомпания представила короткометражный фильм «Должник». В Ульяновске пошел премьерный показ фильма «Должник». В 20-минутном фильме творческого объединения ее фильм-продакшн показано похищение карточного должника местными бандитами. Это социально-криминальная драма, история которой сводится к неожиданному финалу. Для режиссера Михаила Моисеева это первая серьезная работа. На первых парах особенно было очень сложно понять, что конкретно нужно сделать, ведь всем не угодишь. Особенно в нашем проекте у нас так было, что очень много идей было со стороны. Со всеми надо было что-то обсуждать, соглашать. Были разногласия, но все-таки мы нашли общее решение и продвинулись дальше. Актерский состав небольшой. 12 человек и все ульяновцы, прошедшие кастинг. Есть среди них резиденты киномастерской «Киноквант». Главную роль исполняет Максим Никанов. Не могу сказать, что тяжело, но и нелегко. Съемочный период длился, знаете, где-то, наверное, недели полторы. Мы снимали этот короткий метр. На мой взгляд, он у нас удался. Интересно, что все актеры согласились работать на чистом энтузиазме, без гонорара. Собственно, и бюджету фильма как такового нет. Реквизит собрали по знакомым. Оружие, которое появляется в кадре, всего лишь автомат для страйкбола. Съемки проходили на Волжском берегу и в коттедже рядом с ним, которые предоставила генеральный продюсер кинопроекта Юлия Алексеева. Сцены в лесу, в заросшей части парка «Дружба народов», а также на подземной парковке одного из торговых центров. К слову сказать, «Должник» – это шестая картина ульяновского творческого объединения «Ее фильм-продакшн». За предыдущие годы уже были выпущены сюрреалистические фильмы «Сдвиг и чердак», криминальная драма «Кладоискатель» и драма «Рыбка». Год назад мистический триллер «Чердак» признан лучшим экспериментальным фильмом международного кинофестиваля «Белые ночи». Пристальное внимание здоровью каждого в регионе на базе межрайонных центров пациенты смогут получить современную и качественную медпомощь. Подробности у нашего корреспондента. Медицинская помощь должна быть равнодоступной для городских и сельских жителей. Об этом говорили участники заседания комиссии по модернизации объектов в социальной сфере. Главное – постепенно уходить от практики нерентабельного расходования бюджетных средств в каждой больнице. Есть у нас мнение населения, там, значит, будем решать обратно. Окончательный список подтвердим только после того, когда едем и все, собственно говоря, проговорим. Вот и все. Утверждающий документ у вас будет. А сейчас начинаете работать. Начинаете работать по этим больницам. Для повышения качества медицинской помощи планируется создать на базе районных больниц межрайонные центры по инфекционному профилю, неврологическому и гинекологическому. Примером может стать служба родовспоможения. После открытия перинатального центра «Мама» в Ульяновске, которому прикрепили не только городское население, но и сельское, владенческая смертность снизилась почти на 30%. Крупный межрайонный центр уже создается на базе Новоспасской районной больницы. Там разместится первичное сосудистое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи. Да, есть некоторые неудобства у пациентов, что они вынуждены ехать на уровень межрайонных центров, это транспортировка, это время. Да, есть вопрос, но качество оказания помощи, а самое главное, сохранение здоровья и прогнозов пациентов, это самое главное. И то, что делается на самом деле межрайонные центры, это очень правильно и очень здорово. Для оздоровления отрасли в региональном бюджете предусмотрены средства в размере более 1 миллиарда рублей. 500 миллионов направят на закрытие кредиторской задолженности медучреждений. Оставшаяся сумма будет направлена на содержание больниц и закупку лекарств. Оценку эффективного расходования средств в каждой организации будет отслеживать специальная балансовая комиссия. Создание балансовой комиссии под руководством Алексея Марина Евгеньевна и Убы Екатерина Владимировна, для того, чтобы балансовая комиссия рассматривала динамику кредиторской задолженности, рассматривала причины ее возникновения, объективно подходила к причинам ее возникновения. И мы понимали, или это неправильная организация финансо-экономической деятельности учреждений, или это недостаточно финансирования. Напомним, национальный проект здравоохранения включает в себя 9 целевых показателей. Среди основных – снижение младенческой смертности и трудоспособного населения, обеспечение оптимальной доступности для граждан медицинских организаций, упрощение записи на прием к врачу и другое. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправ.ДТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 8 февраля в регионе сохранится холодная погода. Температура воздуха днем составит минус 12 градусов, ночью прогнозируется до минус 19. Ветер северный – 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправ.ДТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале улправда.ру в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok